Добро пожаловать в ГУЛАГ! Уже в ближайшем будущем Россия превратится в большой лагерь с возрожденными постулатами посадить и конфисковать. Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелом по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. 31 января Госдума РФ приняла закон о конфискации имущества граждан, осужденных за правду. Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, лишиться всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака. Путин и его клика, как обычные бандиты 90-х, перешли к прямому отъему имущества, вступив на путь большевистских экспроприаций. Средства, естественно, пойдут на войну с Украиной. Что это законопроект о негодяях и предателях. О тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, предал свою родину. Теперь изымать деньги, ценности и другое имущество можно в том числе за фейки о Росармии и призывы к антигосударственной деятельности. Всего за 30 видов преступлений. Напомню, что конфискация – это не вид наказания, а мера уголовно-правового характера. Давайте откроем матрешку и узнаем, как и для чего в путинской России возрождают детища Сталина ГУЛАГ. На временно оккупированной части Востока и Юга Украины Россия начала масштабное строительство концентрационных лагерей. Официальное название – «Система лечебно-исправительных учреждений». Будет построено как минимум 25 таких колоний. Чем будет отличаться этот ГУЛАГ 21 века от ГУЛАГа века прошлого? Он, казалось бы, тонкий, он очень противный этот вопрос. Скорее всего, ничем. ГУЛАГ – это совсем не так плохо. То есть, понимаете, вот пропагандисты же нам доказывают, что ГУЛАГ – это хорошо. ГУЛАГ, конфискация, враги народа – это звенья одной цепи. Уже довольно старой и ржавой, но крепкой. Первые в очереди – возвращенцы. Вернувшегося певца Шарлотта задержали прямо в аэропорту. Силы на жизнь в России в будущем. А как позав будете снимать? Цена. Цена чего? Он частично прав. Силы понадобятся, а деньги, квартиры, машины отберут. У всех, кто называет вещи своими именами. Закон ведь как дышла. Мы боимся, что такой закон может использоваться для предела собственности, объема компаний, имущества предпринимателей, конкурентов. Схема проста. Ты уехал – это плохо. Ты возвращаешься и каешься – это хорошо. Не возвращаешься – еще лучше. Мы отнимаем квартиру и дом и сажаем в лагерь. Кого? Спасибо, Рамзан Кадыров подсказал. Родственников. Для них это, по сути, команда к действию. То есть, если раньше эта практика существовала, но она как бы так полуподпольно существовала, скрывалась, то теперь они не считают нужным ее скрывать, они считают это нормальным. Так что переписать квартиру на жену не получится. И власти понимают, что если они сейчас что-то примут вроде конфискации, все начнут переписывать свое имущество на близких, и поэтому они хотят, разумеется, расширять возможный орел правоприменения, имея возможность конфисковать имущество у близких в том числе. Кроме имущества, закон также предусматривает лишение наград и званий для тех, кто против. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Бывает, конечно. Вот только выйти из нее сухим уже не получится. А новый закон отгоняет мысли не только зайти, но даже в щелочку заглянуть, а уж тем более критиковать вторую в мире армию. Отвоченьки, как оказалось, совершенно бесполезны. Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат-срочников, лучше же сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию в нашей стране. Извиняйся, не извиняйся, ГУЛАГ настигнет каждого неугодного. И это неизбежно. Это будет происходить дальше, как солнце встает. Вспомните историю. Поначалу, в конце 20-х, начале 30-х годов 20-го века не планировалось массовое использование заключенных на стройках коммунизма. Но строек было так много, а рабочих так мало, что партия сказала «надо». А комсомол ответил «есть». И отправились враги народа на север. Естественно, без какого-либо имущества. Этим не закончилось. В сегодняшних реалиях предатели и родины оберут до нитки и отправят на фронт. А отнятые деньги, естественно, пустят на ракеты. Скульптура такая, человекоориентированная. Российское государство делает все, чтобы недовольных, тех, кто даже виртуально против войны, и тех, кто способен еще что-то отрицать, в стране стало меньше. Пора вводить понятие «враг народа». Не надо это стесняться. Враги есть, понятия нет. Конфискация есть, враги народа найдутся, возродят и основную скрепу. Если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. ГУЛАГ – это система лагерей, в которой использовался принудительный каторжный труд заключенных. Через него, по официальным данным, прошло более 7,5 миллионов человек. По оценкам историков – 20. Погибли 2 миллиона. Но тема ГУЛАГа, вот она оказалась настолько сладкой для российского пропагандистского аппарата, что они теперь усиленно этот тезис раскручивают, доказывают, что ГУЛАГ – это хорошо, это наше светлое будущее. Логика ясна. Есть много врагов внутри страны. Они пользуются ее богатствами и при этом вредят государству. Поэтому нужно их наказать. Тем более, что Кремль это уже проходил. Знает, как бороться с несговорчивыми. Так зачем изобретать велосипед? И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Оставшаяся гниль – это где-то 30 миллионов человек. Вот они и будут осваивать бескрайние просторы огромной страны. В ГУЛАГе, да, это был труд тоже драмовой, кровавый и так далее. Ну, это был Доламор канал, это были электростанции, железные дороги. То есть это был труд на стройках народного хозяйства, да, на больших стройках народного хозяйства, то, что называется. Он куда-то делся. Многие страны пользуются услугами осужденных на стройках и в других отраслях промышленности. Только условия содержания там человеческие. А ГУЛАГ – это система унижений и расчеловечивания. У работников ГУЛАГа и банководов, вернее, Гестапо и СС, они приезжали, учились. Если уже Гестапо и СС приезжали на учебу, то поучиться было чему. И депутат Гурулев, призывающий вновь устроить ГУЛАГ, об этих подробностях знает. СССР – единственная страна, где труд заключенных, входил в план государства. То есть это как-то промышленность работала. То есть неисправление здесь шло, хотя и называется исправительно-трудовой лагерь. Чепухат. Чтобы писать историю с чистого листа, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин призывает убрать из школьной программы произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. По его мнению, автор в произведении выморол в грязи свою собственную родину. Сам же Солженицын был бы жив сегодня, имел бы все шансы снова оказаться в ГУЛАГе. Если сказать в одной фразе, то высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы все усилия государства, государственных властей способностей направлять больше на внутреннее состояние, на расцвет своего народа, нежели на внешние вопросы и внешние действия. Путин считает иначе. Пусть народ голодает, а он развяжет войну в поисках мифических врагов. Кто не согласен, будет наказан. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Но зачем российская власть возрождает этот образ врага народа? Все эти риторики, что давайте мы придумаем отдельную группу предателей, давайте мы несем это в закон, давайте мы будем финансовых ограничивать и лишать их части гражданских прав, лишим собственности тех, кто уехал и прочее, это действительно попытки не просто удержать отъезд, но попытки создать биполярный мир и залить его таким цементом закона. ГУЛАГ в России больше, чем ГУЛАГ. Так как элита общества возвращается с фронтов и ей будет позволено работать в силовых структурах и системе охраны, то это идеальное место для применения знаний, наклонностей и навыков. Здесь и жестокость, и пытки, и всеобщее уважение. Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики, тут тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей. И находиться они будут по разные стороны колючей проволоки. Также можно организовать ТЭК – театральные эстрадные коллективы из бывших артистов, колесивших по просторам ГУЛАГа. А петь там будут Би-2, например. Это русский след, что русское консульство специально заказ на группу Би-2, чтобы нас экстрадировать в конце в Россию. Для чего, ну, сами понимаете. Мы их примем и в прямом и в переносном смысле, цитирую я Лугового. А также он добавляет, ребята пусть готовятся скоро играть. И петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чучетку на глазах у сокамерника. Все должно было быть показательно. Показательно поймали, показательно привезли, показательно наказали, показательно посадили на кол. Но в данном случае осечка вышла. Хер вам, а не Би-2. Будут они вам на ложках играть, ага. Сейчас. Разве что на губозакаточной машинке сольный концерт с мировой трансляцией. Машина репрессий в России только начинает набирать обороты. И возрождать худший образец СССР. Однако великие стройки путинизма непременно закончатся развалом. Вопрос только, когда? И сколько жизней к тому времени успеет отнять преступный кремлевский режим? Субтитры создавал DimaTorzok